Мы уже и не замечаем, сколько различных социальных направлений поддерживает компания ФосАгро в нашем городе и районе. Развитие спорта, восстановление православных святынь, содействие сохранению исторического наследия. Но из-за пандемии коронавируса многие из важных проектов пришлось временно прекратить. Мы пообщались с директором Балаковского филиала АО «Апатит» Андреем Шибневым и узнали, какие социально значимые планы в этом году у предприятия. Андрей Владимирович, ФосАгро большое внимание уделяет социальным проектам, но из-за ограничительных мероприятий по коронавирусу многие из них пришлось временно прекратить. К примеру, соревнования по различным видам спорта, культурные мероприятия. Но, может быть, какие-то направления продолжают работать? Действительно, часть социальных мероприятий мы не закрыли, мы их просто приостановили. Но, тем не менее, там, где мы брали на себя обязательства в качестве социального партнера, мы продолжаем эту работу. В частности, мы участвовали в софинансировании в реконструкции «Обелиска славы» к Дню Победы. Наш вклад составил порядка 5,5 миллионов в общее дело. Мы также продолжаем реализацию проектов по местным инициативам. В «Быковотроге» мы участвовали, в том числе, в восстановлении «Обелиска» на улице Свердлова, где в одном из дворов в ближайшее время должна появиться новая современная площадка «Зона отдыха». Что касается проведения турниров и соревнований, то понятно, что сейчас введены ограничения массовых, соревнований не проводятся. Тем не менее, наши ребята, спортсмены из «Дрозда», они продолжают тренировки на дому. Конечно, это не совсем, наверное, для спортсмена полной силы и в полную меру достаточно. Но, тем не менее, такие тренировки, они у себя продолжают. Многих балаковцев волнует вопрос о Дне химика. К этому празднику было приурочено много мероприятий и семейных, и для детей. Состоится ли праздник в этом году? К сожалению, понимая, что ситуация пока что неблагоприятна и непонятно, как еще пока до конца она будет развиваться, принято было решение в этом году, к сожалению, отменить данный праздник. Для того, чтобы на самом деле не сделать из этого праздника какое-то такое скомканное мероприятие, мы приняли решение в этом году не проводить. Ну, конечно же, все наши внутренние корпоративные мероприятия, связанные с торжественными моментами, это и награждение наших передовиков, и доска почета. Мы их проведем, понятно, что немножко уже в усеченном неком режиме, в каком-то, опять же, с соблюдением социальной дистанции и всех мер безопасности. Села Бакватрокского муниципального образования постоянно в зоне внимания предприятия. Вы ремонтируете спортивные залы, устанавливаете детские площадки. В этом направлении что-то будет сделано в этом году. В текущем году в трех селах Бакватрокского муниципального образования на средства ФОСАГР будут установлены спортивные площадки. В принципе, мы уже определили эти места, чтобы это было красиво, доступно всем жителям. 25-я ФОСАГРО-школа уже сейчас, благодаря заботе компаний, стала суперсовременной. Но нет предела совершенству. В этом году что-то будете там делать? На этот год у нас тоже запланирован ряд проектов, которые мы будем продолжать реализовывать в 25-й школе. Ну, во-первых, это расширение открытой в прошлом году инженерной лаборатории. Там появятся новые классы по химии, по робототехнике. Появится класс по физике, также с соответствующим оборудованием. Также мы начинаем поэтапную реконструкцию конференц-зала, где проходят торжественные мероприятия школьников. К сожалению, вот опять же, учитывая специфику нынешнего сезона, последний звонок у ребят, к сожалению, пройдет в режиме онлайн. Также мы примем участие. Конечно же, в режиме онлайн поздравим ребят. Дадим им слова на путь, пригласим их опять же к нам на работу. Ну и будем продолжать их всячески поддерживать. Ежегодно компания ФосАгро направляет на социальные проекты 2,5 миллиарда рублей. В этом году приоритеты немного изменились. Балаковский филиал АО «Апатит» закупает средства индивидуальной защиты, оборудование для медиков и многое другое, что необходимо в условиях борьбы с коронавирусом. Руководство предприятия обращает внимание жителей города на необходимость соблюдать правила самоизоляции, заботиться о себе и своих близких. Ведь только совместными усилиями можно изменить ситуацию и поскорее вернуться к нормальной жизни.